Привет! Это новости на 19.61. С вами Лена Раш. Вышел документальный фильм о Басте. Среди героев ленты родственники Василия. Его жена Елена, дочери Марии и Василиса. И также впервые о сцене расскажет мама Басты. На экране появятся коллеги музыканта Гуф, Скриптонит, Смокимой, Ван Урган, Константин Хабенский, а также Шнур. На самом деле Баста прошел внушительный путь. От ростовского наркомана, который сидит на героине, до человека, который собирает огромные стадионы, который является иконой русского рэпа, держит свои рестораны и даже являлся он судьей голос какое-то время. Но со мной произошел дико неприятный инцидент, когда мне не доложили креветки в ресторане Басты. Поэтому я требую компенсации. Либо моральной, либо пришлите мне, наконец, уже эти креветки. Если вы боитесь насекомых, эта новость не для вас. В честь Тейлор Свифт назвали многоножку. Этномологи обнаружили в США аж 17 новых видов многоножек. И один из них они назвали Нанария Свифтае в честь Тейлор Свифт, сообщает Independent. Этому беспозвоночному дали такое имя в знак признания таланта Тейлор, как автора песен и исполнителя, а также в качестве благодарности за то удовольствие, которое ее музыка принесла Дереку Хэннену, одному из исследователей, описавших новый вид. Вряд ли Тейлор была этому рада, потому что в честь кого-то называют планеты, города, улицы, а в честь тебя назвали препротивнейшее насекомое с тысячелапок. Не знаю, может быть, это какой-то намек? Пишите в комментариях. Посмертный сингл Нотариуса Б.И.Г. вышел накануне его юбилея. Релиз нового сингла Нотариуса «Год» состоялся 20 мая 2022 года, накануне 50-летия со дня рождения покойного рэпера, застреленного в 1997 году. Это первый новый трек Бигги за 17 лет после его второго посмертного альбома 2005 года «The Final Chapter». Также это первый новый материал с вокалом Бигги с 2017 года, когда был выпущен «The King and I» – совместный альбом с его вдовой, R&B-певицей Фейд Эванс. Представляете, 25 лет назад человека застрелили, а его творчество продолжает жить само по себе. Вот это и есть бессмертие. Саундтрек «Тайны третьей планеты» вышел спустя 40 лет. Герой следующей новости переплюнул предыдущего. Он не только выпустил релиз спустя 41 год после его звучания в мультфильме, но и при этом жив и сам спродюсировал этот проект. В пластинку вошла музыка, написанная композитором Александром Зацепиным для одноименного мультфильма 1981 года. В записи приняло участие «Ве дикие гитары», который исполняет песни советских композиторов – Геннадия Гладкова, Эдуарда Артемьева, Александра Зацепина и многих других. Как рассказал в одном из интервью руководитель ансамбля Мали Каминов, оригинальный саундтрек фильма был утерян. За основу новой версии была взята оригинальная партитура 1979 года и для ориентира запись с шумами, без голосов актеров и самого мультфильма. Все инструменты «Дикие гитары» записали вживую во второй студии Мосфильма с привлечением приглашенных музыкантов и под личным контролем самого Зацепина. В альбом вошли 29 треков – не только весь саундтрек «Тайны третьей планеты», но и два номера, которые были написаны для мультфильма, но не звучали в нем – «Полет старухи» и «Разоблачение глота», а также два варианта темы «Птицы крок». Нам на 1961 нравится этот мультфильм, и музыка там отличная. А какие у вас любимые мультики из детства? Пишите в комментариях. Кстати, если вам нравятся «Ретро вейв» и «Советская космонавтика», наш артист Денис Янковский и его проект «Любительская чистота» может вам зайти. Сводил, кстати, Роман Альтовский. Ссылка на альбомы в описании. Опубликован трейлер документального фильма про убитого рэпера XX Tentaciona. Фильм расскажет о жизни погибшего артиста, о его проблемах с законом и психических расстройствах. В проект будут включены архивные кадры с рэпером, а также отрывки из интервью с его близкими, в том числе с мамой исполнителя. Именно она подтвердит, что и сын страдал биполярным расстройством и жаловался на голоса в голове. Фильм выйдет завтра, 26 мая. Обсудим его в следующем выпуске. Билан, Зиверт и Мари Краймбери стали победителями «Жара» Music Awards 2022 года. Вручены награды ежегодной премии «Жара». И по традиции главное внимание было уделено российской поп-музыке и хип-хопу. Больше всего премии досталось Диме Билану, аж целых три. В том числе как певцу года и за дуэт «Эта любовь» с певицей Зиверт в необычной номинации «Вне времени», где чествуют песни, которые не теряют своей популярности уже несколько лет. При этом сама Юлия Зиверт, выигравшая номинацию «Альбом года», поделила второе и третье места с Мари Краймбери. Та названа «Певицей года» и отмечена за лучший женский видеосамолет, где снялся актер Константин Хабенский. Вот уж не знаю, друзья, у меня ощущение тоски от всех этих наград и номинаций. Одни и те же лица из года в год сами себя награждают. Где же новые артисты? Хватит уже, уходите в жюри и продюсеры, дайте дорогу молодым. Сбер перестал быть владельцем звука и еще нескольких компаний экосистемы. Сберзвука больше нет, и такой вопрос вообще, кто-то этим пользовался? Мы надеемся, что кто-то с прямыми руками наконец-то купил Сберзвук и сделает из этого хороший продукт. А то Сбербанк как царь Медас наоборот. Все, к чему прикасается, превращает не в золото, а в откровенное дерьмо. Новости хардкора. Сибирская мясорубка выпустила новый альбом Join the Beer Call. Российская хардкор-команда активно гастролирует по Европе и Штатам, а также делит сцену с такими монстрами тяжелой музыки, как Slayer, Agnostic Front, Terror, Diznaz и многими другими. Пластинка уже стала альбомом недели по версии легендарного берлинского панк-металл-магазина Coretex, самой известной субкультурной торговой точки Европы, и попала на 67-е место в чарте MTV Германии, обогнав самого Машинган Келли. Рецензии и интервью с командой регулярно встречаются в знаковых мировых панк- и металл-изданиях. А мерч сибирской мясорубки можно увидеть не только на фанатах из разных стран, но и на таких музыкантов, как Seven Seconds, Agnostic Front и Terror. Поэтому все заявления о том, что рок-мерт, это просто отмазки. Или вы так не считаете? Грустные новости на 19.61. Adios, Migos, Migos распались. В сети шепчут, что звездное трэп-трио могло прекратить свое существование. Кто-то любопытный обратил внимание, что один из участников группы, это Offset, отписался в соцсетях от своих коллег Куауа и Тейков. Также поступила и Карди Би, жена Offset. Никто из артистов пока никак это не комментировал, но в пользу версии о распаде может говорить тот факт, что 20 мая Куауа и Тейков запустили новую группу – Ankenfew. С названием они не заморачивались, это типа Uncle и Nephew, Дядя и Племянник. В этот же день вышел первый клип дуэта Hotel Lobby. Возможно, вы уже успели заценить его на YouTube. Напишите, понравилось вам или нет. Новости из инстаграма звезд. Валерий Меладзе признался, что хочет вернуться к своей прежней профессии. Когда-то певец занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Мол, недавно, перелистав свою диссертацию и изучив достижения в этой области, Валерий сам разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Да ну его этот шоу-бизнес, говорит Меладзе, мои песни и так живут благодаря моим слушателям. Мы думаем, что это очень необычная смена профориентации, ведь обычно наши звезды привыкли примерять на себя роль политологов, историков и вирусологов. И на этот раз Меладзе утер всем нос. Спасибо, что были с нами. Также огромный респект за ваши лайки и комментарии к предыдущему выпуску. С вами была Лена Раши, новости на 19.61. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где вас ждет море интересной информации, живое общение, видео-уроки и прямые трансляции. Делай больше музла!